Доброе утро, мои хорошие! Еще раз с праздника всех-всех мамочек, всех здоровья, счастья вашим семьям и самое главное, счастья вашим детям. Ну что, сегодня я вам скажу, наверное, самый холодный день за все дни, которые были. То, что ветер, то, что солнца нету, но и холодно. Вот смотрите, опять моя любимая кофточка на мне одета. Что я буду сейчас делать? Прежде всего, вот видите, какая уже морковка, я давно вам не показывала, видите, какая она густая? Вот сейчас нужно взять и прорвать ее, не жалеть, а вот так вот с корнями прорвать и оставить, но еще не по одной, потому что она немножко подрастет и можно будет ее на суп там рвать, но все равно нужно освободить, потому что вот такие вот пучки, вот такими пучками морковка будет стекать и толку не будет. Ну так говорят, что стечет вся. Рассада пошла, ничего, так и перчик, он уже, смотрите, как подрос, такой маленький был, все. Единственное, что очень много жуков, жуки заедают сильно. Я хожу так, собираю по чуть-чуть, потому что каждый день, получается, нужно брызгать. Что они сейчас делают? Они сейчас не очень едят картошку, ну и картошку, синие помидоры. Вот смотрите, дружок сидит. Они, смотрите, что делается, смотрите, это мыслимо, это какая-то жаба, не знаю. Они сейчас уже вот стараются на вот этих частях листков откладывать яйца, поэтому нужно ходить вот и собирать этих треклятых жуков. Вот смотрите, видите, он прячется, как будто бы умер. Ага, он в земле, видите, он же живой, скотиняка такая. Скотиняка, непривязанная к нашу ляшку, как же. Ой, сейчас, секундочку, бы я набрала с земли, надо обуваться хорошо, а я же как всегда. А видите, как у меня красиво, смотрите, мои носки. Один голубой, один такой. Знаете почему? Потому что один этот порвался, а этот целый, и этот. Давай я вот на огороде работать обуваю, одеваю их. То есть нужно сейчас собрать жуки. Ох, как холодно, надо, наверное, куртку одевать. Это миска с рассадой, видите, я тут водичку грею, потом поливаю. Помидорчики потихонечку подымаются, вот эти манюсенькие, которые мы садили. Единственное, что меня очень тревожит, видите, какие паганы большущие. Это же прикопать бы, так они же все равно отгрызают их. У меня очень плохо вот здесь сходят огурцы, очень плохо. Вот смотрите, я новые досадила, еще, конечно, они не вышли. А со старых один, два огурца всего выросло. И вон дыры, видите, какие, все поела. Вот там вот чуть-чуть получше, но все равно. Вот здесь нужно лучок прорвать уже, видите, бурьянчик. Вот огурчики немножко. Тут я прорву, они очень густо, видите, вот полосочка. Один оставлю, вот здесь и здесь. Ну пусть пока миска будет. Чеснок тоже весь ест, ест, ест. Это нужно прополоть, пока не жарко. Розмаринчик потихонечку уже вкореняется, цвет меняет. В парнике я сегодня полью. Тут тоже морковь. Видите, уже вот кушает. Но уже видно, какой укорененный синий, видите, какие уже. Вот только посажены манюсенькие, которые были в миске, я их рассадила. Думаю, съест, съест, не съест, не съест. Вот такие, видите. Видите, и этот перец, конечно, который был пикирован, и видно, что он большой, если ее укрыть. Ну вы помните, какой в теплице был маленький перчик, совсем маленький. Давайте я сейчас, мне неудобно открывать, чтобы не улетела. Я вам сейчас туда вот покажу вам, чтобы вы увидели, что там. И потом сама посмотрю. Вот так, видите, подрастает перец, да? Ага, ну я сегодня открывать опять-таки не буду. Влага там есть, я посмотрела, потому что ветер, как схватит этот парник, так я его и не поймаю. Его, знаете, начинает цвести вот шнит лук. Я его один кустик, видите, вот срезала, вот готовила. И он даже такую тенденцию имеет, что там, где срезан, он начинает молодым таким вверх расти. Борячок, вот рядочек, хватит, потому что он у меня плохо растет. Это свекла, одного хватит. Эти были такие хиленькие, смотрите, поднимаются, поднимаются, ничего, я же говорю. А мята, посмотрите, уже скоро она будет срезать. Мята, мятыще. Просто. Вон она. Ой, как холодно. И вот эта велюровая, как я ее называю, ноги от Аиста, да? Да, 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 да. Туча он заходит, поливать не надо, я думаю. Видите, вот привязала я сюда ветку. Это Саша, когда уже приедет, сварит мне такую рештовку металлическую. Я хотела эту делать клоновидную, круглую, но не получается. Вот это нужно будет, как там он мама сделала, буду пускать, а потом мы их просто привяжем и все. Роза пошла, потому что вот здесь надо будет немножечко вот эти, а такое колючее, как-то или обрезать, или вверх, потому что здесь не пройдешь. Розы, спасибо, в агромаркете покупала вот это удобрение. Но, видите, вот эта тля начинается. То розы, конечно, смотрите, какие кусты, лист чистый. Салатик уже рвало он, Людочка, который присылала, вот он вырос, салатик. Что еще? Ой, как холодно. Начинает потихонечку, вот видите, зацветать вегела. Куст красивый. Вот это вот вегела, когда будете покупать, не покупайте вот эту с белым листом. Вот я в одновремя покупала вот эту темную, темные листы, красные цветы. Она все лето цветет. И вот посмотрите, какая вот эта вот несчастная. Сколько лет? Да, она красивая, она красивая. Но она несчастная, она очень слабо почему-то растет. Тем более, такой лист, вот у меня, смотрите. Может, кому-то, дорогие зрители, нужны вот эти кусты. Они очень красиво, как декор. Они на рынке, вот это вот, я спрашивала, такие вот, вот такие два кусочка 25 гривен, доллар. Я вам осенью или весной пишите. Я вам разрубаю и пришлю. Смотрите, какие кущары. Посмотрите, какие большие. Я поделюсь с удовольствием. Смотрите, для декора они очень красиво смотрятся. Вот на этой кумбочке, смотрите. Ну, просто аж красавец лист. Какой веселый, какой красивый. У меня его так много. Я поделюсь с вами. Гладиолусы-солдатики. Георгин, Ларисын. Один вот этот вот, с того, что ты, Ларочка, мне пересылала. Вот там лилии. Вот этот вот единственный кустик остался. Ну, выше. Все остальное почему-то не прижилось. Не знаю. Лилии с агромарки-то. Вот они. Поднялись. Ну, я думаю, не цвести, наверное, в этом году не будет. Одна чуть-чуть. Но все равно. Видите, живая. Она поднимется. Это тигровая лилия обыкновенная. Вот это, знаете, дычка, как я говорю. Так что, если кому надо кусты, пожалуйста. Черный принц. Абрикоса. Ну, не так много. Ну, я не переживаю. А этих абрикосов много. Абрикосят. Сейчас вам покажу. Потому что было тепло. Вон, смотрите, сколько их висит. Видите? Там лучше, смотрите. Это хорошая абрикоса. Это ананасная называется. Она такая длинненькая. Ну, уже, видите, вот начинают появляться вот эти, такие как точки. Она потом такая. Она вкусная, но она в точках. Ну, посмотрю. Если нет, то я ее под корень. Не под корень, а сделаем прививки. Вот у меня тоже ирис скоро зацветет. И вот эти ирисы красивые. Они же прямо черные. Ну, какие-то они такие в этом году маленькие. Ну, не очень большие. Пиончик скоро-скоро. Так, идемте, я вам покажу еще. Вот уже отсвелась лохина. Вот тут будут ягодки. Видите, вот они? Прямо цвет такой же. Вот это все ягодки будут. Тут я уже пополола. Все подливаю нашатырным клубничку. Ну, так покушать просто будет, а консервировать не будет клубники. Красивые лилии. Вот эту лилию белую, которую я купила в магазине. Помните, она у меня уже начала? Я ее посадила вот. И вот она потихонечку, я здесь и поливаю, вот она отходит. Видите, вот она. А сольку прополола. Ну, так все по чуть-чуть. А вот эти подсолнушки, которые вы мне высылали, девочки, еще в прошлом году половину я сполола, а половину вот остались. Это цветы подсолнухи декоративные. Вот полно, видите, такие зеленые мелкие. Это все астрочка. Астрочка, астрочка. Что у нас тут со сливками? Вот они, сливочки. Вот они, завязываются уже сливульки. Сливульки. И ту абрикосу хочу вам показать. Тут, конечно, в этой малине уже не залезешь, ничего не сделаешь. Видите, какой бурьян. Как не выбирала, все равно бурьян есть. Ну, ничего. Там где-то по улице, может, и сполю. Вот эта абрикоса, она очень крупная. Вот даже, смотрите, вот. По сравнению с теми, видите, какие абрикосы? Их немного, потому что мы обрезаем. Они такие, чтобы сказать, что они очень вкусные, нет, но они в варенье, они такие тугенькие. В варенье они ведут себя очень-очень хорошо. Вот идемте, я в Ларисовом покажу. Ирисик зацвел. Уже пеновидное отпало. А вот красивый цвет тоже ириса, да? Сейчас покажу. Видите, как красиво. Они, оказывается, пахнут. Я в дом занесла. Вот они. Вот природа придумала, да? Посмотрите. Посмотрите. Обалдеть, просто обалдеть. И вот, народный умелец. Что это? Правильно. Это хрен. Сережа тоже не может его говорить. Уже копаю, 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 копаю. Никак не могу удалить. Разрастается она очень-очень сильно. Так, идемте. Скажите, почему вы по дворам ходите по чужим. У нас чужих дворов нет. Вот малина, смотрите, выбрасывает. Это та, которая по два раза будет родить. Вот с этих палок все пошло молодое. Все молодое. Вы спрашиваете, можно сейчас малину молодые паганы пересаживать? Вот. Вот эти молодые паганы. Смотрите, вот они пошли. Видите, какие зелененькие? Они не примутся. Они очень такие вяленькие. Они такие... Я их вырубываю, конечно. Но тут, где редко, то они у меня есть. А так, нет, они не примутся. Вот, смотрите. Вот, видите, какой красивый. Он не примется. Это нужно делать осенью или ранней весной, когда палки кричневые, когда уже укорененные. Вот такой цвет. А это, видите, молодое все. Так что... О, начинает он, видите, он за гаражом вот между... Вот эта бузина начинает цвести. Надо не прозевать, чтобы приготовить немножко кваса. Липа уже выбрасывает. Там рядом липа на цвет. Ну, будем стараться не пропустить. О, дождь начинается. А я собралась полоть. Ну, немножко пройдет, если будет. Пусть идет, пусть идет. Я лучше пропалю потом. Пусть дождь идет. Дождь нужен. Так, убрать полотенце свое или нет? Сейчас плохо. Вот отопления уже нет. Вот эти все полотенца. Негде повесить, чтобы быстро высохло. Так, уберу полотенце. Смотрите, какие грушанки. Больше нет. Вот это все одно соцветие было. И шесть грушек так вот и висит. Больше нигде нету. Посмотрим. Может, вытянет. Хорошая груша, очень хорошая. Жалко ее, конечно, если придется убирать. Это очень жалко. Вот так вот изменился двор за эти два дня, мои хорошие. Так, подождем. Пусть дождь идет. Дождь нужен. Я-то могу полить. А на полях? На полях очень нужен дождь. Но самое главное, чтобы тепленько было. Ребятка, не удастся мне сегодня прополоть морковку. Потому что напустился дождь. И дождь такой затяжной, я вам скажу. Но ничего, пусть идет. Дождь нужен. Потому что полив это совсем не то. И травку польет. Ну, холодно на улице. Вот видите, вот так вот видно, какой косой дождь. Ничего, займемся другими делами. Сейчас я поремонтирую Ларисе штаны. Попытаюсь во всяком случае. Потому что, ой, как темно, видите, в доме. Вот Лариса принесла свои брючаны такие хорошие, стрейчевые. Видите, такие голубенькие, вообще классные. Из-за того, что там дырочка, попробую. Но нету бриджей сделаю. Вот когда такая погода, вот только заниматься шитьем, утюжкой. Вот таким всем. Солнышко вышло, солнышко. И я прорвала, смотрите, морковку. Но не настолько уже редко. Потому что морковки еще нету на самом растении. Как только начнет формироваться морковка, что можно будет ее использовать там на суп, на какое-то блюдо. Тогда я прорву гуще. А сейчас я немножко освободила, чтобы она так, знаете, не стекала. Открывала парник. Все там полила. Отлично. Вспушила землю. И сейчас мы с вами пойдем. Не очень хорошее дело. Я без перчаток работала. Сейчас одену перчатки. Соберем колораду. Потому что невозможно. А тут у меня в теплице был синенький. Сожрали полностью. Ну, не видно. Вот, видите, я ведро морковку выбросила. Сейчас подлила хорошим этим удобрением. И пусть себе перец растет. И сейчас идем на картошку. Вот беру баночку. Наберу сюда чуть-чуть воды. Потому что они такие скорые, что будут вылазить. И одеваю, конечно же, свои рабочие кроссовки. Потому что там грязноватенько. Дождь шел, шел, шел. И дождь хороший вроде бы. Но не сильно промочил землю. Так что идемте. Вот, смотрите, что делает вот этот портулак. Я его уже рву-рву. А он растет и растет. Растет и растет. Так. Вот, сейчас идемте даже невооруженным глазом. Я тут смотрела, тут сколько этого жукашу. Мама, не горюй. Ну, сейчас будем смотреть. Так, дело в том, что нужно кусты. Не хочется просто мне брызгать. Он, видите, куда упал? Смотрите, и лежит, как будто бы он не живой. Вот он. Идет и в баню. То есть, внимательно смотреть надо. Он почувствовал, что я приду сейчас, наверное. И у меня немного картошки. Я поднимаю листы. Потому что там под низом. Вот так взяла два рядочка и иду. Там под низом уже могут быть... Вот он, смотрите, какой красавец. Под низом уже могут быть яйца. Поэтому давите их. Так, тут нету. Можно три куста за... Ты посмотри, куда они делись. Я когда утром тут смотрела, море их было. Видите, еще нету яиц. А ну здесь, давайте смотреть. Видите, эту лук посадила, сошла. Видите, зарос лук. Надо его полоть обязательно. Сошла немножко с рядка. А он два сидит. Вот так, смотрим. Нету. Пойдемте дальше. А вот, смотрите, такой маленький куст. У них тут секси. Да не, все, секси заканчиваются, дружки. Секс, все. В вашем случае это не надо. Вот они. Просто, понимаете, вот видите, уже яйца. Вот они. Вот яйца. Это нужно все так раздавить. Потому что из этих яиц вылупятся киндерята. Вот они, видите, смотрите. Все это мы раздавим. А, он, смотрите, упал и ножки вверх. Не живой. Это живой он, скотина, живой. Вон, смотрите, какие красавчики плавают. А вот, тоже секси. Секси, секси, секси. Все, давайте последнюю минуту секса. И Алла вас будет сейчас. О, тут еще куча, смотрите. Все, собрала. Я вам скажу, очень много уже желтого яиц сдавила. И вот они в баночке тут. Пусть они вот тут стоят и плавают. Они с воды не вылезут. Конечно, в бензине вообще шикарно. И пусть они себе плавают. Можно накрыть крышечкой. И потом собирать в эту же баночку много-много-много. Я как-то позапрошлый год из жуков делала траву. Но оно так воняет, что я не поняла, помогает оно или нет. Оно тут стоит, настаивается, а потом нужно обрабатывать кусты. Боже, какая у меня цебуля заросла. Матинка, видно. Вы знаете, так цвели деревья. Так цвели деревья, но немного будет. Не, ну, хватит, конечно. Но по сравнению с тем, яблок будет много. Смотрите, какие яблочки. Это яблочко очень вкусное. Вот эти вот, эти они отпадут, эти все. Вот пустоцвет, видите. К ним касаются, они отваливаются. Да вот, если потрусить, видите, еще падают яблочки. Ну, это я вот тут подперла веточку хорошо. Так, начинается что-то вот крутить. Листья какая-то, хворобка. Вот начнется беда. Мне там всю фасоль вытолчут. Видите, сколько пустоцветов. Не знаю, почему, с чем это связано. Смотрите, видите, это все так цвело красиво. А черешин немного. Ну, ничего, хватит. Нам хватит. Так вот, видите, все заслано полностью. Это же все цветы, цветы, цветы. Так, что у нас тут этот персик? Ничего. Ах ты, падла, что это? Тут такая, да, давайте, шкурусь, сдох. Скотина. Я вам сейчас покажу, как я там вот полола фасоль. Как там жук один этот. Какие они сильные. Вот я вставлю сюда этот сюжетик. Чудо-вишня тоже. Смотрите, сколько недоразвитых. Видите, смотрите. Просто тьма. Они все отваливаются. Недоразвитые вишенки. Ну, ты что, разве можно, если бы все, что было, такие вишни поломалось бы и ветки, и все-все. Ну, а при пуске в этом году ничего. Тоже вон отпадают лишние. Ну, ничего страшного. Так. А, идемте, чтобы зафиналить этот, как говорится. Ну, некоторые думают, та это от безделия. Ходит, показывает. Ой, ребята мои. Это безделие. Спинка болит от этого безделия. Так, еще хочу показать. Смотрите, тюльпаны. Вот они уже у меня. Видите, какие желтые. Я каждый год, это спасибо вам, вы мне говорите. Каждый год их срезала. А их срезать не надо. Их нужно просто брать и вот так вот, вот так вот на палец как наматывать. И, видите, вот так вырывать. Только тогда, когда листики желтые уже. Не попадает туда влага, и они не будут болеть. А я их вечно срежу, и они у меня такие плохие. Поэтому спасибо вам за ваши советы. Я вот это вырву все сейчас. И, видите, как хорошо вырвается. Просто так беру на пальчик и прокручиваю. Вот, смотрите, взяла, прокручиваю. И тут точно так же взяла и прокручиваю. Ох, тут немножко вырву. Все, по одному штуку, не надо кущами. Вот эти тюльпаны я удалю, они уже не нужны. Потом срежем эту, нарциссы. И пусть здесь земля отдыхает. То есть пусть она тут потихонечку. Так, значит, все, тюльпаны это я сделаю. Идем, я вам покажу. Вы меня просили, я все забываю. Не скажу, как зовут женщину. Ну, просила очень... Так, подождите. Нужно переобуться, Али. Вот, помните, я тут втокнула такие два хилы. Они поднимаются. Ничего. Съела. Синий. Сейчас полить надо. Помидорчик втыкнула там. Помидоры у меня очень много. Девушка будет съедать. Буду тыкать помидоры. Ну, а что делать? Огурцы. Сейчас замочу огурцы. Вот помидоры. И там на этом еще. Замочу огурцы. Потому что огурцы вообще ни там, ни там не всходят. Хорошо так наключились. А вы же видели, да? А огурцов нет. Вот здесь вот хорошо сошли этот рядочек. Может, пересажу. Ну, попробую еще. А здесь всего два. Вот один. И вот там вот второй. Вот там вот. Это очень мало. Вот, смотрите. Не, ну вы посмотрите. Аж столько собрала. Ах ты. Ах ты, собака непривязанная. Вот, смотри. Ах ты, тварь. Побъедала все. Но это не страшно. Не переживайте. Потому что завязь. Главное, чтобы внутри было. Видите? Пусть листики жрет. А это все нормально. Мята размножается. Это ужасно. Видите? Вечером. Каждый вечер прохожу перед сном. Чтобы не было. Утром встаешь. Вот этот такой хиленький был. А, пойдет. Куда он денется? Это бурьян. Вырвали, а так положили рядом. А вот, смотрите, какая горчица вышла. Ух ты, елки-палки. Не надо. Это она тут нам. Вот печик хороший. Это сюда брошу. Бузер лежит. Нету огурцу. Видите? Так, ладно. Вот зацветают эти шнит. Шнитит. Как цветы. Видите? Я вам показала. Помните? Так, ладно, идемте. А, тут надо еще тоже морковку прорвать. Я вчера, знаете, что еще посадила? Вот это вот, видите, свежее такое вспаханное. Кориандр бросил. То есть кинзу. Пусть вылазит. Так, тут прополоть. У меня сегодня работа на огороде. Тьма тьмущая. Так, идемте. Я вам сейчас покажу. Увидите вы или нет. Меня просили показать вот эту вот трубу. Вот эта труба сама. Вот она крепится. Видите, тут вот она крепление. И такие крючки. Вот такие крючки. Это все продается на метро, но с заглушками с такими. А вот эти вот всякие сеточки, вот эти вот сильно крючка, которые одеваются, это вы будете покупать отдельно. То есть вы купите трубу вот такую. Хотите углом, там есть труба. Это у нас в новой линии. Хотите на всю. Хотите три этажа. Хотите под потолок прямо можете сделать. Я одну трубочку эту Саша мне прикрутил. И вот такие вот сюда полочки. Здесь свободно. Но у меня раньше было переполнено все. Но сейчас... Так, это накрыть, чтобы лейка не вымазала. Вот так вот. Но сейчас же у меня в столе вот это все, видите? Сколько у меня здесь всего. Поэтому так. Ну, мои хорошие, вы работаете на работе. Или в квартире убираетесь, или на даче. А я потихонечку буду делать запланированную работу. То есть вырву тюльпаны. И вот здесь мне нужно вот этот лучок. Хрен вырвать он не нужен. И лучок прополоть. Все, мои хорошие, будьте счастливы. И пусть на вашем огороде не будет сорняков, не будет насекомых. А будет только хорошее, хорошее урожае. Я вас люблю. До новых встреч. Я там фасоли чуть полю. И не могла вам не показать. Вот смотрите. Вот майский жук. Вам хорошо его видно? Вот он ползает. Смотрите. Хрущ. И я обратила внимание, думаю, что у меня по ноге лезет. Вот он живой, видите, машет лапами. И посмотрите, мурашки выели ему всю средину. Он пустой уже, смотрите. И он лезет. Настолько сильные они. Не так просто их убить. Представьте. Ну нету средины. Мурашки даже лазят. Полностью внутренности все выели. А он лезет. Это вообще уж за первый раз такое я вижу. Побежала быстренько за телефоном, чтобы вам снять. Это вредители. Это храбаки. Те, которые корни деревьев, растения едят. Это майский хрущ, который летает. Его настолько много, что это просто караул. Вот он, пожалуйста. Настолько сильный. Мозги еще он есть. Головой крутит. Середина пустая. Ну так и быстро передвигается. Смотри. Фух. Гадость. Вот мои лилии. Видите, какие кусты большие. А вот я сейчас повернусь вот так немножко. Смотрите. Это выпускает стрелки щавель. Я не убираю. Это семена. Вот это вот весь молодой щавель. Вот высыпаются сами семена. И он такой вот получается. Растет такой прекрасный щавель. Так, ладно. Вот там кусочек мне еще остался. Вот эти цветы у меня красивые были. Помните, белые всякие кусты. Мама повырвала их. Я их не люблю. Ну, не любят все. Вырвала все. Я их пять год выращивала. Она вырвала за пять минут. Тут два кустика осталось. И он один розовый. Вот там вот под гаражом. Видите? Они очень красивые. Они такие ранние. Они ранятся. И тут у меня полностью площадка была. Она вырвала. Ну, да ладно. Вырос тут новые. Сейчас вот этот вот уголочек закончу. И все. Я хочу просто выбросить это ведро в мусорка. Мусорная машина будет ехать, заберет. Потому что здесь и палки, и корни старые. И все на свете. Продолжение следует.